МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пыталась помирить родителей. Девятилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома. Тотальное невезение. Бесправный водитель третий раз попался на глаза сотрудникам ГАИ, и теперь ему грозит уголовное наказание. Сладкое преступление в Сморгонском районе неизвестные украли 40 рамок мёда. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. В эфире выпуск криминальных новостей на телеканале Гродно+. Меня зовут Анна Соловей. Здравствуйте. Отголоски прошлого. В лесу под Гродно мужчина нашёл пулемёт времён Великой Отечественной войны. Местный житель отправился в лесной массив недалеко от Сапоцкина за ягодами. Там и обнаружил торчащий из земли предмет, похожий на трубу. Из грунта мужчина достал целый пулемёт. К слову оружия, на удивление было в очень неплохом состоянии. О находке житель Гродненского района сообщил в милицию. Сейчас решается судьба пулемёта. Вполне вероятно, что его могут передать в один из музеев. Гродненский велосипедист серьёзно нарушил правила дорожного движения. Всё преступление в подробностях записала камера видеорегистратора. Происшествие случилось у площади Тезенгауза, где совсем недавно закрыли один из пешеходных переходов. Установленные ограждения не смутили велосипедиста, и он не спеша выехал на проезжую часть, чтобы пересечь дорогу. Очутившись на площади, двухколёсный транспорт попал в затруднительную ситуацию. Заднее колесо соскользнуло с бордюра, впоследствии чего владельцу велосипеда пришлось пережить падение. Тотальное невезение. В Лицском районе бесправник в третий раз попался на глаза сотрудникам дорожной службы. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Как рассказали в ГАИ, до этого мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля без водительских прав. За первое нарушение автолюбителю выписали штраф в размере 5 базовых величин. При втором задержании уже суд Лицского района определил административное наказание в виде штрафа размером в 35 базовых величин. Но любовь к вождению настолько ослепила нарушителя, что он снова сел за руль без разрешающего документа. В этот раз мужчине грозит уголовная ответственность. Водитель автомобиля Рено насмерть сбила велосипедиста. Он находился посреди проезжей части. Авария произошла в Гродненском районе 12 августа. Около 10 часов вечера 28-летняя водитель Рено двигалась из Гродно к себе домой в Кобрин. В какой-то момент, поднимаясь в гору, она заметила велосипедиста. Водитель попыталась избежать столкновения, однако совершила наезд на мужчину. От полученных травм 50-летний велосипедист скончался на месте происшествия. Он, к слову, был обозначен световозвращающими элементами. Физическое состояние 50-летнего жителя Берестовицкого района, а также иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу. Водитель попал в ДТП и отказался от помощи, а через 5 часов после аварии его забрали в реанимацию. Происшествие случилось днем 7 августа. Водитель Рено двигался по 5-му километру дороги Барановича-Ивье, когда в какой-то момент потерял управление над автомобилем и вылетел вправо по ходу движения кювет. После аварии житель Барановича заверил, что чувствует себя хорошо и жалоб на здоровье не имеет. Транспортное средство отбуксировали к дому мужчины, сам он продолжил свой путь на такси. Однако всего спустя 5 часов после ДТП мужчина почувствовал серьезное недомогание, его забрали в реанимацию. Позже у автовладельца диагностировали разрыв селезенки. Сладкое преступление произошло в Самаргонском районе, где неизвестные похитили 40 рамок меда. О преступлении в милицию сообщил 43-летний житель Самаргони. Мужчина уже несколько лет занимается пчеловодством и содержит свою пасеку, где последний раз был 26 июля. Только спустя несколько недель, 9 августа, он вернулся на пасеку и обнаружил, что оттуда похитили 40 рамок с медом. Личность подозреваемого пока устанавливается, причиненный ущерб оценивают в 1100 белорусских рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Пьяный Гродненец снял номер с милицейской машины, пока сотрудники разбирались с семейным конфликтом. Нарушителя, промечиво, не учел наличие видеорегистратора. 11 августа сотрудники милиции по вызову отправились на семейный бытовую ссору в один из жилых домов нашего города. И пока они выясняли причины конфликта, неизвестный житель Гродно снял регистрационные номера у припаркованной вблизи многоэтажки милицейской машины. Личность хулигана удалось установить довольно быстро благодаря видеорегистратору, который заснял все преступление. В Гродненском районе подросток жестоко избил пенсионера, когда воровал у него металлолом. От полученных травм пожилой человек скончался на месте. По предварительным данным, 15-летний юноша приехал в деревню к бабушке и там решил подзаработать, украсть от двора местного жителя металл. И поначалу молодой человек все спланировал, выбрал удобное время и заказал машину, чтобы перевезти украденное. Однако, когда началась погрузка металла, из дома внезапно вышел хозяин. Подросток затолкал 81-летнего пенсионера обратно и избил при помощи подручных средств, а затем закрыл дом на замок, погрузил металл и уехал. Украденное подозреваемое сдал на одном из приемных пунктов в Гродно и выручил за это порядка тысячи белорусских рублей. При допросе юноша в Садийном признался возбуждено уголовное дело. В Островецком районе мать не смогла успокоить четырехмещенного сына и убила его. Сообщение о смерти маленького ребенка поступило вечером 6 августа. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа установила следы наследственной смерти. Под подозрение попала 32-летняя женщина, мать младенца. Она рассказала, что ребенок сильно плакал в тот вечер и не зная, как его успокоить, подозреваемая просто избила мальчика. Все события произошедшего женщина помнит очень плохо, так как была очень сильно пьяна. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо малолетнего». Расследование продолжается. В Гродно девятилетняя девочка спрыгнула с пятого этажа, чтобы помирить ссорящихся родителей. Прошествие случилось 9 августа в микрорайоне Вишневец. В больницу ребенок был доставлен с многочисленными травмами от падения. Предварительно установлено, что она находилась дома с родителями, между которыми возник конфликт. С целью привлечения внимания и примирения родителей девочка обернулась в одеяло и подушки и выпрыгнула из окна пятого этажа. Езжавшего на земле ребенка обнаружили прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь. Она доставлена в больницу. В настоящее время ее жизнью и здоровью ничего не угрожает. Следователям с привлечением специалистов УГКС по Гродненской области проведен осмотр места происшествия. Опрошены родственники и соседи пострадавшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту, Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В пункте упрощенного пропуска по речью прошел заключительный этап учения с Гродненской погрангруппой. На третьем и финальном этапе учения отрабатывались действия по локализации конфликтной ситуации в пункте пропуска. Пресечение попытки прорыва через границу транспортного средства из-за хата заложника. Вымышленная ситуация была проработана детально, что позволило сотрудникам пограничной службы проработать все запланированные приемы. И в завершении выпуска международной новости. В девяти перефектурах Японии эвакуируют более трех миллионов человек. Такие экстренные меры власти страны объяснили сильными дождями и наводнениями. По информации местных СМИ, в префектуре Коумамата пятый и самый высокий уровень предупреждения об опасности. Там в аварийной ситуации сегодня находится почти 21 тысяча человек. Кроме того, еще почти три тысячи человек в девяти перефектурах страны получили указание срочно эвакуироваться. Данный призыв соответствует четвертому уровню опасности. На этом у меня все. В студии для вас работала Анна Соловей. Берегите себя для тех, кому вы дороги. Берегите себя для тех, кому вы дороги.